Моей любимой игрой было в детстве – это играть в школу. Я собирала детей всех маленьких, вытаскивала всю мебель на улицу, стулья, стамейки, все остальное, резала тетрадки, которые мама купила для нас в школу пополам, раздавала и обучала их. Родилась я в Брянской области, потом жила в Брянске. В Брянске закончила школу весь этот класс. Поступила в Новозыпковский пединститут, он сейчас Брянский. Потом вышла замуж за военного, уж не военное, и поэтому место жительства сменялось у меня. Прежде чем попасть в лесной городок, я еще работала в трех школах. И пришла в 76-м году. Начало было очень сложным, очень трудным. Там были ученики Рейнштейны, которые могли вязать на уроке, сидеть и вязать на уроке, или что-то еще такое творять. Но с ними быстро справились с помощью администрации. В те времена это было проще как-то так. Ну и потом все-таки как-то получилось у меня их привлечь на свою сторону. Я была организатором. Сначала меня директором поставила, она своим заместителем по воспитательной работе, два года работала. Потом пришел другой директор, она меня сделала заучим. Я 10 лет работала заучим. А потом я поняла, что заучи – это не мое. Мое дело учить детей. В 45 лет я здесь проработала. Понимаете, что сейчас уже внуки пошли, тех детей, которые учились. В общем, все свои. Куда ни пойдешь, кругом свои. С одной стороны, хорошо, своя медсестра, персональная ученица в мобилинатории. Свой перикмахер, моя ученица, которая домой приходит и пострижет. Если что-то еще обдумываю всю жизнь, что вот это бы я не сделала, вот это бы я не так сделала, такое много-много чего было, собственно говоря, то насчет выбора профессии у меня никаких сомнений не было. Это раз и на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова